Возвращаясь к видео «Эффект осознания», которое меняет, вот именно осознание меняет всю информационно-энергетическую сущность человека, всю его, можно сказать, структуру, вплоть до того, что может такие жесткие образовывать структуры в его полевой форме жизни, в его тонких телах. Смотрите, мы как-то говорили о депрессии. Я для себя уяснил, депрессия, пресс подавлять. То есть, нечто вас подавляет, подавляет жизненные процессы внутри, ваше мышление, осознание того, что, грубо говоря, что-то у вас в жизни не получилось. То, что вы хотели, вот, не удалось, и вы упадаете. Раз оно не удалось, как-то вот, и сдулись, грубо говоря. А эффект осознания того, осознание, первое, вот, допустим, если вы осознаете, что вы не просто человек, козявка, избиратель, электорат, еще кто-то там, еще кто-то, ну, понимаете, вот, пыль. Вот, а что вы частица, творческая частица, вот этого всего единого целого. И что вы также наделены и обладаете этими силами, но их-то надо использовать во благо всего этого целого. Аналогия всего этого целого – наш организм. Клеточки живут, радуются, и каждая клеточка еще настроена, созвучна на волну, что ей говорит наше сознание. В каком настроении вы пребываете. Она вот это вот, как бы сказать, на это все настроена. И представьте себе, клеточка эта со своим геномом надумала что-то тут такое сделать, якобы, ну, так сказать, для своего блага. А это благо для нее приводит к тому, что весь организм разрушается. И, естественно, как с этой клеткой организм поступает? То же самое происходит и вот здесь. Осознание того, вот, твоего могущества, великолепия, вот этой вот любви, единения с этим всем целым. И твои мысли, слова, дела, поступки, они должны вот идти на благо всего этого целого. А если ты в корыстных целях хочешь все это использовать, чтобы мне было хорошо, а остальным неважно там, как там это все это было, естественно, возникает, что возникает? Ну-ка, 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 ну-ка. Вот тот самый кармический ответ, дабы вы своим эгоизмом не разрушили вот эту вот красоту, гармонию, которую вам дает жизнь. И не только вам, но всем остальным. То есть, возникают определенные ситуации и прочее, прочее, которые вам сначала покажут, что вы не то задумали. А если вы упорствуете, ну, что поделаешь. Доброе здоровье. В этом случае надо этого человека, эту личность устранить по благо целого. Кстати, с этих же позиций надо подходить, вот многие говорили обустроить Россию, государство, справедливо, несправедливо. Надо подходить и к устройству государства. Что оно должно делать? Естественно, там каких-то антисоциальных элементов надо убирать и воспитывать их в соответствующих местах. А всем остальным их тоже воспитывать, дабы они работали на благо государства, на свое благо. И при этом, как бы сказать, вот, все было справедливо и разумно, начиная с зарплаты. Президент имеет такую-то зарплату. И самая нижняя зарплата вот такая-то. И что все это должно в каких-то там рамках быть разумных. Потому что излишек денег, как показывает практика, ведет к тому, что начинают их использовать не для товарно-денежного обмена, а совсем для других, разрушающих общества и унижающих людей в целях. О как! Мыслитель! Мыслитель, философ! Я таким был и таким остаюсь. А остальное все приходящее. Хорошее все-таки стихотворение, я его прочитал. Вот как бы сказать, вот это вот воспроизводится. И знаете, пространство как-то резонируется всем по-иному. И твоя сущность, твои клетки, твоя физиология тоже откликается по-иному. Белый снег на землю ляжет, и грехи мои замажет. Снова чисто, снова бело, и душа опять запела. Про любовь и красоту, нежность, силу, доброту, все, что в небо увлекает. И к Творцу нас приближает. И вот это совершенно лучший вариант, я его запишу.